добрый день друзья среда 13 часов как обычно значит начинаем работать все у нас по плану все у нас по расписанию как видно как слышно друзья отлично так значит все появился опросник значит смотрите у нас статистика кто появляется первый раз чтобы мы видели у нас как вы понимаете наверно следите вообще за новостями за компаниями все идет и развивается очень бурно очень активно вот поэтому происходит очень серьезные сейчас изменения и интенсификация работа в фонде skyway инвест групп мы об этом обязательно сегодня еще поговорим я вам дам то что много пишут много есть недопонимания вот поэтому друзья просьба подходить и относиться ко всему что делается вокруг компании в компании и вокруг директоров друзья мы все собрались для реализации очень серьезного очень большого проекта мы все прилагаем сюда максимальное количество сил и я могу сказать что результаты которые мы сегодня получаем они просто впечатляют мы выходим на новые горизонты и естественно происходят определенное структурирование определенные изменения но друзья я могу сказать что все направлено только для для того чтобы улучшить работу для того чтобы обезопасить марьину горку для того чтобы финансово быть четко прогнозируемыми и четко выполнять те сроки и задачи которые стоят поэтому друзья в этом направлении работа идет и я могу сказать что мы очень активно сегодня особенно вот как фон как команда директоров вот мы фактически сегодня превращаемся в такой некий как как мы называем спецназ или скажем так десантно штурмовой батальон если можно сказать который идет и цель задачи которого сегодня увеличить увеличить количество людей которые входят в проект чтобы донести информацию научить людей чтобы люди понимали что мы говорим и они осознанно уже понимали что происходит вокруг чтобы они осознанно понимали куда их призывают чтобы они осознанно понимали что такое инвестиции и о чем мы говорим в проекте skyway и наша задача друзья это ближайшее время скрыть как можно большее количество интереса людей донести до них эту информацию конечно для этого нужна очень такая слаженная мощная работа и мы работаем в единой связке и здесь сразу могу друзья сказать и завтра будет обучение нашей системы которая ведет андрей хавратов с виктором собром это именно обучение людей которые работают то есть вот именно наших спецназовцев и наших бойцов которые сегодня несут информацию доводят и привлекают новых людей как раз эта работа сегодня самое главное это понимает и анатолий дарович юницкий потому что вот вчера вы все смотрели там ноги наверно смотрели и слышали новостях которые идут из главной компании skyway капитал друзья чтобы вы понимали эта работа уже идет с теми людьми кого мы научили это тех для кого акции skyway для кого программа skyway уже не пустой звук для тех кто уже живет этой программы с ними работать естественно мы будем немножко по другим задачам мы с ними будем работать по другим приоритетам мы будем работать по другим ну скажем так методикам и по другим взглядом это совсем другая работа сейчас основная цель основная задача это привлекать и привлекать новых людей это наша цель 10 процентов населения чтобы четко были не просто знали о проекта skyway а участвовали в этом проекте skyway и мы как раз друзья вот с алексеем по средам ведем два вебинара в 13 для сибири и дальнего востока и в 20 часов для московского времени для московского для центрального региона именно с ориентировкой на технико-экономическое обоснование то есть на все как мы это называем анализ и взгляд через очки skyway для того чтобы вы понимали что происходит для того чтобы вы знали что происходит для того чтобы вы могли оценить то что происходит и выработать свое к этому отношение поэтому друзья здесь нельзя сейчас не сказать о той сложной ситуации которая вокруг нас и как видите каждый наш вебинар сейчас сопровождают друзья просто сложнейшие события помните там три недели назад когда мы с алексеем подготовили вебинар безопасности именно дороги skyway безопасности струнной технологии юницкого показывали о том что это на порядок без а даже на два порядка безопаснее чем авиационный транспорт произошел теракт на нашем самолете который летел из египта и погибло 224 человека соответственно мы все это показывали и говорили о том что мы реализуем проект который исключит в принципе такие моменты которые исключит сегодня вообще само такое упоминание террористический акт на транспорте соответственно это к сожалению стало очевидным и опять же тогда еще шли споры теракт не теракт так помните я на второй день мы с алексеем четко говорили потому что я как человек который изучал теорию катастроф сразу было понятно что это очень серьезно разрушение это теракт в воздухе буквально на следующей неделе друзья мы с вами проводили вебинар и он шел после событий в париже то есть это вторая сторона тех событий которые сегодня происходят в мире между теми противостояниями которые сегодня нас окружают идти на фоне которых сегодня друзья мы запускаем проект мы готовим изменения в мире мы готовим внедрение новой технологии и опять же это тоже фон который который идет сегодня опять нам не дает внешний мир не дает наш система которая существует и и которую мы сегодня меняем через skyway вот то есть вы слышали вчера события которые произошли уже в турции вот то есть это сегодня начало очень серьезного противостояния серьезного конфликта уже регионе и это давно готовилась и все к сожалению друзья это идет фоном и это то что сегодня противостояние старого и новыми мира противостояния различных систем которые сегодня одни направлено на то чтобы как можно сильнее богатеть других для того чтобы делать полными нищими этот вопрос сегодня приходит к тому что он должен меняться мы об этом друзья уже говорим два года на наших вебинарах мы показывали полностью систему и мы еще к этому будем возвращаться кто только что подключился проект или кто еще не слышал или не до конца осознал это полная экономическая концепция технологических укладов когда мы показываем что каждый уклад заменяется технологии доминирующей технологии в данном укладе и при смене укладов происходит очень серьезные изменения экономических политических социальных системах изменения целых государственных образований то есть я много приводил примеров что когда зарождался четвертый технологический уклад то есть когда нефть стала тем ресурсом который сегодня доминирует и это благодаря двигателю внутреннего сгорания это начало двадцатого века друзья при этом рухнуло четырьмя крупнейшие империи которые до этого существовали тысячи лет соответственно это мощнейшие изменения которые произошли не стало российской империи австро-венгерской империи османская империи потом и британская империя распалась то есть а это существовало столетиями российская империя тысячелетия которая формировала экономический и политический уклад то есть это как раз показывает о том насколько серьезные изменения то что произошло за 30 лет изменения в укладе которые связаны с внедрением интернета то есть так информационных технологий 30 лет назад друзья мы этого термина не знали мы не представляли что такое ноутбук что такое компьютер что такое gps что такое факс ксерокс и еще можно бесконечно уже не уже не говоришь о том что такое facebook или одноклассники тем не менее сегодня друзья это время это изменение и как вы понимаете вход этой технологии изменение информационного мирового пространства привело к мужской мощнейшей советской империи и мир стал совсем другой говорите хорошо или плохо это не наше сейчас друзья тема мы подводим к тому что друзья этот мир который нас окружает он такой и мы в этом мире живем и сегодня когда идет смена очередного технологического уклада когда на смену интернета приходит транснет видите у меня написано транснет мы объединяем мир когда приходит новая технология взамен кремниевых технологий с кремниевыми долинами с этими героями своего временными джобсами цукенбергами пилд гейтсами делами и и так далее и так далее которые стали капитализировать и создали на этой технологии новые именно и индустриальные и финансовые империи сегодня идет замена и приходит транснет струнные технологии инженера юницкого мир опять начинает меняться и мы друзья как раз сегодня это весь исторический опыт показал что изменения будут идти на территории евразии на территории россии это еще и наш выдающийся ученый и философ даниилевский в свое время писал это конец 19 века лев гумилёв это уже середина двадцатого века показал пути развития и евразийского континента мы сегодня друзья приступили к практической реализации ту программу которую мы запустили и делаем эта программа практической реализации технологического уклада технологического процесса который сегодня меняет мир и строй skyway спасать планету это не пустые слова и это не просто какой-то лозунг который сегодня говорим мы сегодня друзья создали мощнейший серьезнейший механизм который благодаря нашему младшему брату интернету как мы его называем информационной технологической среды созданы для сбора обработки передачи использования и хранения информации чтобы понимали что такое интернет так соответственно благодаря этой информационной среде мы сегодня можем собирать большие аудитории доводить информацию можем создавать новый финансовый и финансовый механизм который сегодня исключает таких посредников и тунеядцев как крупные венчурные фонды которые именно паразитируют на том что собирают деньги с инвесторов сами вкладывают в рисковые серьезные инвестиции проекты получают сверх прибыль но при этом соответственно долями процентов делятся с теми инвесторами чьими деньгами они распоряжались это к сожалению вся сегодня банковская система которая сопровождает пятый технологический уклад то есть эру доллара и нефти она именно направлена на это и дальше как мы уже не раз доводим и андрей хавратов на своих тренингах и мы сейчас показываем как раз именно новую экономическую эволюцию мира это вопрос который говорит о том что мир должен измениться это однозначно как вы видите все что сегодня в мире происходит это событие на то что мир начинает меняться те противоречия которые сегодня его разрывают они должны быть упразднены и сценарии сегодня пишут разные либо это очень жесткая и серьезная война и конфликт либо это к чему мы призываем и в направлении которого мы работаем это технологическая революция это увеличение каждой семьи каждого человека это соответственно эволюционное развитие с точки зрения наших конфликтов которые сегодня складываются в обществе и все это благодаря тому что входит новая технология которая резко увеличивает жизненный стран и людей это то что сегодня убирает все конфликты которые связаны с неостановлением освоенными территориями с нехваткой полезных ископаемых месторождений с нехваткой воды с перенаселением определенных участков так вот при вхождении новой технологии коммуникаций это все что связано со струнными технологиями skyway бренд который сегодня инженер юницкий ввел в мировой оборот и продвигает компанию соответственно транссет это та система которая использует эту технологию создает сеть компаний создает новую логику и мы с вами являемся участниками этого процесса это опять же уникальнейший момент когда создана система народного финансирования крауд инвестинга когда технология которая меняет жизнь миллионов людей создается также с участия ну на сегодняшний момент это сотен тысяч людей наши планы входят к середине следующего года перейти планку миллиона человек я говорил на это как раз и направлена наше сегодня основная работа и сначала 10 процентов населения россии потом евразийского континента потом и всего мира должны быть включены это оборот потому что транснет потому что технологии skyway она не каждому и она сегодня нужна всем и друзья я коротко сейчас внешние факторы коснулся потому что мы много об этом говорим мы ввели с вами такое понятие друзья как экономический народно-экономический ковчег то что мы сегодня создаем это то что пойдет через вот эти кризисы буря и я думаю что у любого здравомыслящего человека сегодня уже нет никаких сомнений что мир вошел очень серьезные изменения в эпоху перемен о том что сегодня многие перемены будут проходить очень жестко и внешний мир показывает сегодня то есть когда мы запускали в октябре 13 года проект потом начался майдан 14 начала 14 года в украине потом все что сегодня произошло вокруг восточной европы сегодня это острая фаза конфликта в сирии то есть как вы понимаете друзья простые времена нас не ожидают вот то есть и все видят что дальше ситуация будет только соответственно идти направление к эскалации вот это к сожалению сегодня можно друзья констатировать и это вопрос сегодня именно в том что только транснет только skyway который сегодня изменит экономическую конъюнктуру во всем мире который сменит тренды направления который сменит направление и создание целых рынков и индустрии только это друзья сегодня может повлиять и сделать и мы с вами участвуем в этом процессе мы каждый день сегодня друзья это делаем и skyway инвест групп компания которая сегодня является авангардным мы друзья без ложный скажем преувеличение и без ложной скромности здесь можно четко сказать друзья та команда которая сегодня собралась мы уже серьезно повлияли на развитие проекта потому что было кризисная ситуация в октябре прошлого года мы много это с вами уже тоже и обсуждали и говорили кто не в курсе посмотрите и вебинары посмотрите историю когда мы вошли в европу в литву европейский союз когда нам обещаны серьезные преференции когда нам быть была выделена земля и мы надеялись что через это мы войдем и во весь и европейский рынок и азиатский и потом американский рынок но с началом вот этой русофобской компании когда юницкого объявили агентом кгб фсб о том что мы там рядом с полигоном нато готовим рога то мы будут стрелять по самолетам из наших анкерных опор ну то есть это бред я специально повторяю друзья но это причины по которым пришлось уйти из литвы там до сих пор идут судебные тяжбы там до сих пор заморожены определенные деньги вот и естественно что суды мы играем мы докажем о том что это литовская президентша благодаря тому что ушла компания skyway из литвы граждан литвы потеряли очень много и соответственно то что сегодня делается в минске и то что сегодня развивается и экотехнопарк развивается в минске и делает это как раз то что потеряла литва и сегодня конечно по прошествии какого-то времени мы можем сказать что слава богу что так произошло но на тот момент когда начались преследования компании и лично юницкого когда пришлось оттуда под угрозами ареста уехать это как раз переломный момент и в этот момент именно запустился работа skyway инвестгрупп и очень короткое время мы вышли серьезную работу и финансирование проекта продолжилось создание кб продолжилось я могу сказать что год и мы 25 октября отчитались о том что год этой работы он как раз прошел под тем что skyway инвестгрупп выполняла свою свою работу выполняла свои обязательства и порядка двухсот тысяч человек включились в этот проект дальше сегодня несколько другая ситуация потому что уже этот пул инвесторов который формируется он начинает уже классифицироваться есть люди которые постоянно инвестируют небольшие суммы для нас это очень важные мы их называем ответственные квалифицированные инвесторы вот есть сегодня уже категория людей которые инвестируют серьезные суммы со измеримой с десятками сотнями тысяч долларов тоже такие есть инвесторы это наши вип-клиенты наши вип-партнеры вип-друзья потому что они на сегодняшний момент уже позволяют себе веря в проект делать такие инвестиции я могу сказать что лично я знаком и через меня пришло несколько таких очень крупных инвесторов которые еще год назад инвестировали не одну даже сотню тысяч долларов и продолжают сегодня инвестировать это тоже друзья очень важная для нас категория и следующий момент который мы сейчас ставим целью и как раз вот те акции которые сейчас проходят в головной компании в skyway капитале и завтра тоже будет обязательно объявлено и вы смотрите за новостями в skyway инвес групп это как раз для то что направлено обязательства или актив компании skyway который выписывает который выдает инженер юницкий но друзья это сегодня очевидно и понятно не всем то есть это сегодня только для тех кто уже вник в проект кто понимает сущность тех людей которые нам сегодня и они не специально вам говорю которые сегодня нам пытаются противопоставить пику что мы занимаемся какой-то не такой серьезной деятельностью и мы как раз ставим в то чтобы вы должны понимать и мы доносим наша задача почему skyway инвес группа вообще мы говорим что мы авангард мы спецназ мы штурмовой батальон который рассказывает людям первичную информацию который показывает снимает негатив от тот который остался от предыдущих пирамид где люди участвовали остался от предыдущих хайпов которые люди постоянно видят в интернете от тех мошенников которые спекулируют сегодня на очень многих и благих целях и технических проектах так вот друзья наша задача сегодня снимать этот негатив наша задача сегодня объяснять людям что приходит и делать их своими союзниками чтобы они входили в проект skyway становились инвесторами и мы сейчас ставим перед собой целью и мы дальше будем вас к этому и призывать а где надо и учить друзья для того чтобы вы не стеснялись приглашать новых людей и мы со следующей недели с алексеем и вообще в нашей системе будем несколько по другому строить всю систему вебинаров друзья где очень важно сейчас очень многие говорят я не могу приглашать людей не могу брать с них деньги не могу объяснять не могу строить сеть друзья все люди разные все коммуникации разные я согласен что не надо требовать от людей невозможно знаете как говорят бывшем городе одессе где андрей жил и где сегодня грузинский губернатор говорят что не стреляйте в пианист он играет как умеет но друзья приглашать на вебинары приглашать на наши с алексеем встречи приглашать на тренинги которые ведет андрей хавратов с виктором собором друзья это уже совсем другая задача она вам более понятна поэтому если вы верите в программу если вы относитесь к тому что мы говорим никак не к полному бреду и то что два чудика с экрана пытаются нести какую-то ахинею друзья в этом случае нам говорить не о чем если вы относитесь к тому что мы говорим серьезно приглашайте сюда людей давайте эту информацию показывайте что мы делаем и тогда мы дальше будем двигаться и мы будем четко с вами друзья говорить о том что мы должны мы сейчас постепенно растем то есть у нас вот дневные вебинары ну так колеблются в районе 300 человек видите так сказать но это уже практически 3-4 месяца на одном уровне вот там вечерние наши вебинары они там в районе 500 там 550-600 человек друзья это ничтожно мало мы должны очень короткий срок выйти на тысячу потом на две потом на пять тысяч человек вебинаре и в основном там должны быть именно новички мы тоже вводим сейчас дифференциацию что мы будем обучать людей рассказывать о технологических укладах о технологической революции о том что сегодня несет инженер юницкий и почему альтернативы струнного транспорта сегодня просто нет потому что даже очень уважаемые особенно бизнесмены которые у меня все говорят ну ладно друзья а где гарантия или там то что сегодня вместо технологии юницкого завтра не появится какая-нибудь летающая тарелка завтра не по на не появится там какой-нибудь экрана план экрана лед или там еще тому подобные вещи или там антигравитация магнитный подвес там и так далее и так далее это друзья как раз те у кого нет грамотности технической грамотности потому что друзья я всегда говорю друзья посмотрите вебинары юницкого посмотрите о том что происходит посмотрите анализ который делается и вам станет понятно и вам станет очевидным о том что сегодня альтернативы техническом как струнному транспорту и железное колесо по железному рельсу просто не существует так же как в интернете не существовало альтернативы пьезоэффекту это кремнию и благодаря именно кремнию кремниевым интегральным микросхемам появились микроустройства микрокомпьютеры и собственно сам интернет как таковой нету альтернативы у кремния точно так же нету альтернативы друзья у струнных дорог поэтому мы это будем рассказывать делать показывать и очень друзья сейчас еще очень важно понимать чтобы вы тоже сами для себя понимали и несли информацию это комплексность программы о том что сегодня есть марина горка есть конструкторское бюро в минске есть различные инвестиционные структуры которые сегодня привлекают инвесторов это все звенья одной цепи одной программы одного проекта мы друзья очень много говорили и вплотную сегодня подошли к потребительскому обществу Евразии мы будем на эту тему проводить и проводить еще много вебинаров и объяснять и показывать вам друзья доводить информацию что такое ПО зачем оно работает почему каждому из вас будет выгодно участвовать в этом потребительском обществе мы рассказываем и будем показывать и рассказывать целевые программы которые реализует потребительское общество вот Алексей буквально через несколько минут в двух-трех словах вам расскажет о том как движется проект который он курирует в Челябинске у нас Арманд вчера вернулся точнее даже не вернулся а вчера еще был в Ирландии провел переговоры в кабинете министров я сделал презентацию у него очень интересно надеюсь что или сегодня в 20 или на следующем вебинаре он у нас отчитается как запускается и дальше движется проект в Ирландии еще сегодня ряд подключается городов то есть мы тут уже с Алексеем обсуждали у него намечается целое турне по франкоговорящим странам и городам вот где он будет запускать именно проекты сегодня легкого Skyway соответственно это друзья целевые программы которые будет реализовывать потребительское общество ну и еще нельзя об этом не сказать очень много друзья сегодня задают вопросов и вы видели мы подготовили почву когда практически полгода назад нас с Андреем запустили вопрос по земле сначала опросники потом спросили кто хочет получить землю по законодательству когда Путин предложил раздавать землю в Сибири и Дальнем Востоке по гектару земли на человека и сейчас друзья мы подошли к тому что правительство одобрило законопроект он сейчас находится в Государственной Думе до конца года он будет принят и с 1 января этот закон начинает работать это друзья как раз син энергия когда правительство дает нам инструмент но я вам могу сказать они даже не подозревают для каких целей и для чего они делали этот закон и запускают этот проект потому что я могу сказать без проекта Skyway без логики линейного города Евразия который мы с вами и разработали и придумали и фактически сейчас реализовываю это начинает работать мощнейшая система и здесь друзья мы тоже об этом будем еще очень много говорить вы должны понимать в чем логика линейного города что это не просто какая-то прихоть это не просто построение каких-то футуристических городов друзья это логика технологии скоростное перемещение по струнным технологиям со скоростью 500-600 км в час позволяет сегодня фактически за одну ночь то есть то что вы легли спать проснулись перемещаться фактически из любой точки континента Евразии в любую точку соответственно линейный город который будет построен по новой логике где не будет такого понятия как пробка где не будет такого понятия как грязный воздух то есть 100% экология где не будет такого понятия как нехватка жилья или скучность проживания мы тоже сейчас вот я об этом обязательно скажу в той логике которая сегодня складывается что правительство и президент лично пообещал по гектару на человека в семье значит соответственно если вот у меня там пять человек в семье значит пять гектар я уже могу получить и я обязательно буду получать эту землю плюс еще родственники ближайшие которые они тоже будут поэтому у меня на всю семью будет реально около 15 гектаров земли и это то родовое поместье это то что будет строиться в Сибири на Дальнем Востоке а вот технология Skyway друзья она как раз позволит реализоваться этой концепции она позволит реализоваться этой мечте потому что на сегодняшний момент это не освоенные дикие глухие места и соответственно по закону вы должны взять землю только там где нет инфраструктуры нигде нет стратегических объектов где нет ничего соответственно мы выстраивая логику потребительского общества Евразия соответственно мы будем вам давать координаты соответственно исходя из той трассировки которая будет складываться в линейном городе и вы сразу заявляясь в эту землю у правительства вы попадаете в линейный город я вам могу сказать друзья с точки зрения математики вы должны понимать что даже если миллион человек будет участвовать в этом проекте сегодня в России более триллиона гектар земли так вот этот триллион земли он сегодня не востребован он сегодня стоит ноль и только те кто войдут в логику линейных городов только там где пойдет транснет только там где вы будете участвовать в проекте потребительского общества Евразия только там вы соответственно получите ту выгоду о которой мы говорим что этот гектар земли будет во первых очень дорого стоить во вторых он даст возможность вам туда легко добраться и соответственно сделать там родовое поместье и дальше логика которая сегодня совмещается линейных городов вы видите сейчас на слайде который стоит видите то есть это тройная система чтобы вы понимали это тройная система транспорта то есть первое это скоростной транспорт который идет над землей со скоростью 600 км в час то есть это скоростная система которая позволяет быстро покрывать большие расстояния второе это навесная система наверху которая позволяет со скоростью 100-150 км в час перемещаться на расстояние 10-15-20 км и третья система которую мы сегодня разрабатываем и делаем и которая внедряется сегодня в конструкторском бюро это легкие юнибайки это индивидуальный транспорт который позволяет уже добираться до каждого вашего родового поместья и у вас в каждом доме будет входить транснет и вы можете с любой своего родового поместья с любого своего дома добраться сначала за несколько минут до станции пересадки а потом со скоростью 600 км в час добраться до любой точки мира это друзья не какое-то отдаленное будущее это фантастика для тех кто первый раз об этом слышит и кто не знает о транснете а мы друзья сейчас как для нас это может быть фантастикой если сегодня уже проектируется и строятся анкерные опоры которые будут основой этих зданий если сегодня уже проектируется и изготавливается подвижной состав если сегодня в марте этого года мы уже будем демонстрировать первые легкие системы в Дублине в Лондоне в Челябинске в Анкаре еще ряде проектов которые Алексей скажет которые мы сегодня запускаем это март этого года друзья это не какие-то отдаленные перспективы поэтому это друзья уже сегодня переходит в реальность и то что еще сегодня становится крайне реальным это друзья выделение гектара земли и я очень благодарен вы наверное от меня очень редко слышите благодарность в сторону в области правительства нашего потому что знаете мое отношение лично к Дмитрию Медведеву к Аркадию Дворковичу к Шувалову Кулюкаеву ну Леша так сказать просто знаю 20 лет уже Алексею понимаете это правительство которое неадекватно сегодняшней ситуации неадекватно сегодняшнему управлению я очень надеюсь и я абсолютно уверен что в ближайшие 2-3 месяца мы увидим смену правительства и придут адекватные нормальные люди но за то что они сделали за то что они поддержали и провели закон сегодня о гектаре земли пока на Дальнем Востоке а потом в Сибири я им очень сильно за это благодарен и это наверное снимает очень многие недостатки даже то что они хотят распродать последние остатки нашей собственности Роснефть там Транснефть Сбербанк и бог с ними так сказать друзья кто-то же должен его так сказать купить на сегодняшний момент правда конъюнктура не очень подходящая но это третий вопрос так вот друзья для нас понимая ценность и для нас то что мы сегодня делаем гектар земли и освоение Дальневосточного и Сибирского региона является ключевой задачей и то что сегодня проект SkyWay делает в этом как раз и есть его ценность и когда он накладывается на проект гектара земли мы с вами друзья становимся обладателями колоссальнейшего ресурса который сегодня не представляет никто сколько он стоит я вам привел еще раз цифру чтобы вы понимали в России более триллиона гектаров земли она сегодня стоит практически ноль если это не земля на Красной площади или там в районе Рублевки или Садового кольца вся остальная земля друзья она сегодня практически не востребована вот она даже в сельскохозяйственном сегодня назначении в Воронежской области и то используется сегодня на несколько процентов не говоря уже о бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока так вот друзья благодаря программе SkyWay то что мы будем делать эта земля станет дороже чем земля в Москве в пределах Садового кольца и то что сегодня правительство дает всем желающим эту землю взять это говорит о том что сегодня они разворачивают к людям и говорят что друзья мы даем вам такой инвестиционный ресурс используйте его по назначению но я вам сразу могу сказать это у меня вызывает некую улыбку а что бы они делали если бы не было проекта SkyWay ну это как говорится бог с ними друзья сейчас это накладывается на общую концепцию и я могу сказать что мы готовы и мы предлагаем масштабную и комплексную программу освоения Сибири и Дальнего Востока естественно используя проект SkyWay это строительство и самого линейного города и экспорт и дальше вывод кто не слышал мы дальше об этом будем говорить это программа Сибирский холод это самый эффективный бизнес который возникнет в ближайшие 30-50 лет и только благодаря этому бизнесу Россия увеличит свой ВВП более чем в три раза соответственно остальные направления они также будут увеличивать ВВП России и мы сегодня четко понимаем и считаем что программа которую мы будем вместе с вами сегодня реализуем она даст увеличение ВВП к 2024 году более чем в 10 раз и это друзья не пустые слова это абсолютные расчеты это абсолютные проекты которым мы постепенно подходим и это то что мы с вами сегодня делаем поэтому в практическом плане что мы дальше будем делать и тут не то что мы предлагаем или вас агитируем друзья я считаю что тот кто слышал о SkyWay тот кто участвует в проекте SkyWay ему глупо отказываться от гектара земли которую сегодня дает правительство просто если вы скажете что я об этом слышал у меня была возможность взять гектар земли и получить его в логике линейного города и вы от этого отказались то я друзья просто буду очень серьезно сомневаться в ваших умственных способностях потому что это бесплатная земля которая дается сегодня президентам и государствам это бесплатная программа которую мы сегодня запускаем а логика линейного города это то что дает технологии и соответственно сегодня то родовое поместье которое мы с вами совместно будем разрабатывать а наша следующая программа это строительство очень дешевого жилья то есть когда дом в 500 квадратов на семью будет стоить в пределах цены среднего автомобиля я даже не говорю дорогого автомобиля среднего автомобиля и это друзья тоже абсолютно все технологически разрабатываемое а когда говорят это невозможно друзья мы об этом даже слышать не хотим потому что нам говорят что невозможно делать такие скорости невозможно строить дороги в тайге в Сибири на Дальнем Востоке невозможно получать такую эффективность это друзья для тех кто не знает для тех кто технологически и инновационно безграмотный А как можно разговаривать с безграмотным человеком, если он не знает, о чем он говорит? Вот как можно разговаривать с Аркадием Дворковичем, который делал стратегию развития транспорта до 2030 года, если он не представляет, что такое транснеты Skyway? Но о чем с ним можно говорить? Я всегда привожу пример. Это все равно, что разговаривать в 90-м году с человеком, который не представляет, что такое интернет, и рассказывать ему о том, что будет Skype, то есть бесплатное общение из любой точки мира в любой точку мира, о том, что у каждого в кармане будет восьмиядерный компьютер со 164 гигабайтами памяти. Я как учитель информатики в 90-м году, я таких цифр даже представить себе не мог, друзья, не говоря уже о той скорости процессоров, которые сегодня есть. Так вот, друзья, с этими людьми не о чем говорить. И, соответственно, мы сегодня очень благодарны делам. Они нам дали возможность, мы сегодня работаем, мы создали ПО, и здесь, друзья, я просто буду настаивать на том, чтобы каждый из вас стал участником ПО, чтобы он подал заявку на получение гектара земли, и чтобы он получил этот гектар земли на себя, на всех членов своей семьи, рассказал об этом всем своим родственникам, всем друзьям, и, соответственно, друзья, дальше мы с вами будем делать логику, мы вам покажем родовые поместья, которые мы будем с вами вместе строить, мы вам покажем коммуникации, которые туда придут, и когда вы нас, находясь на своем гектаре, можете в течение, там, 15 минут добраться до ближайшей станции, а потом в течение нескольких часов до любой точки на Евразийском континенте. Поэтому это, друзья, перестанет быть недоступной территорией, а дальше это уже ваш акт, то есть вы можете там жить, вы можете сдавать его в аренду, вы можете его продавать. По закону нельзя продать землю, а постройки, которые вы там будете делать, это, друзья, ваша собственность, это ваша... Поэтому это большая программа, которую мы будем реализовывать, и тот, кто, естественно, в нее пройдет, войдет в эту программу, он очень серьезно выиграет, он очень серьезно получит актив. И здесь, когда мы постоянно говорим, что такие возможности бывают раз в сто лет, здесь я могу сказать, что, друзья, такие возможности вообще впервые в истории России. И не знаю, можно ли их нельзя сравнить с тем, что делалось в Соединенных Штатах в начале 19 века, когда осваивался дикий запах и раздавалось по 40 гектар земли на человека с условием, чтобы он возделал эту землю. Наверное, это можно сравнивать с этой программой, но по мере того, как приходит технология Транснет, по мере того, как вся эта территория становится более привлекательной, эта земля будет, друзья, бесценна. Поэтому мы очень благодарны правительству, благодарны Путину, президенту, который выступил с инициативой и довел ее, наконец-то, до логического конца. И здесь, друзья, все происходит вовремя, мы как раз готовы, соответственно, с вами запускать этот проект. У нас полностью юридически оформлено готово потребительское общество Евразия. Дальше мы с вами, помните, кто был 25 октября на нашем форуме, мы задекларировали, объявили о том, что мы будем создавать общественно-политическое движение Евразия. Тоже, друзья, мы его будем делать поэтапно, не сразу заявляться о том, что мы будем партией и участвовать в выборах. Это, друзья, на сегодняшний момент нам не надо, мы договорились так, что пока нас не будет миллиона человек, мы не имеем права пока заявляться о таких вещах, потому что мы пока еще ходим в детский сад. Друзья, то, что нас там 200 тысяч человек, это еще ничтожно мало. Таким количеством людей, друзья, мы не продвинем. И самое главное, не защитим проект, когда это понадобится. Первую планку, которую мы ставим, которую мы должны преодолеть в следующем году, это миллион человек. И как только мы выйдем на миллион человек, тогда мы наше общественное движение, которое также будет называться Евразия, это общественное движение в поддержку проекта Skyway. То есть все мы с вами объединяемся для того, чтобы продвигать, рассказывать и самое главное защищать проект, когда понадобится, когда недобросовестные конкуренты, недобросовестные чиновники, а это, друзья, будет обязательно, попытаются посягнуть и попытаются помешать и тем более попытаются сломать этот проект. Поэтому, друзья, общественное движение будет выполнять свои задачи, это общественная работа, это популяризация, это пиар, это политическое продвижение самой идеологии, которую мы несем, потребительское общество Евразия. Это инструментарий, это то, что внутри которого будет и свой банк потребительский, который будет выдавать суды на строительство, и будет система кредитования для того, чтобы делать, и тот, кто будет финансировать адресные проекты, которые целевые программы именно потребительского общества, которые сегодня продвигаются и делаются. Поэтому вы видите, что выстраивается довольно-таки серьезная система, то есть к банку мы примерно подойдем к лету следующего года, сначала это тоже будет создаваться расчетно-кассовая система, то есть расчетно-кассовый центр, который со временем будет перерастать в полноценный потребительский банк. Я вам могу сказать, что самый крупный банк в Европе до 1917 года был российский кооперационный банк, который как раз финансировал переезд по Столыпинской программе почти 5 миллионов семей в Сибирь и кредитовал и финансировал развитие этих хозяйств. Так вот, друзья, все, что гениально новое, это хорошо забытое старое. Так вот, друзья, что вы должны сегодня понимать и наша задача, что до вас сегодня донести. Мы стоим на острие. Наша задача сегодня привлекать, делать и доносить эту информацию. Не можете вы сегодня привлекать инвесторов или вам, как мне говорят, руки не поднимаются у людей брать деньги. Друзья, деньги это третье дело или даже пятое. Надо прежде всего доносить информацию. Дайте людям возможность получить гектар земли в логике линейного города. Дайте возможность людям получить родовое имение, которое сегодня, об этом мечтают, наверное, 99% людей. Соответственно, не хотите вы там жить, пускай у вас будет это родовое хозяйство. Это ваш семейный актив. А что с ним делать, мы вам подскажем. Если вы не знаете, как управлять или как сделать так, чтобы это родовое поместье вам приносило прибыль, мы вам и это расскажем. И вы будете с него получать прибыль, потому что это будет серьезнейшим активом, который сегодня вам дает... Почему сегодня это ничего не стоит? Нет технологии. Сегодня, это можно привести пример и сравнить с тем, что стоили океаны нефти, которые были под Саудовской Аравией, и шейхи, которые ездили на верблюдах и жили в этих своих юртах, или как они там, в чумах над этими океанами нефти. Но как только появился двигатель внутреннего сгорания, как только миллионы тонны нефти стали сжигать двигателя, как только это стало основным двигателем прогресса, они сразу стали шейхами, стали богатыми людьми, а сегодня даже претендуют на управление миром, потому что у них сконцентрированы огромные ресурсы. Вот, друзья, цена технологии, вот цена того, что сегодня востребована цивилизацией. Точно так же наши огромные бескрайние просторы, которые сегодня в Сибири и Дальнем Востоке, это, кажется, наша беда. Нет дорог, поэтому нет цены у этой территории. Поэтому мы сегодня берем землю и предлагаем каждому из вас, когда она стоит ноль, когда нет технологии, когда нет ничего. Но мы с вами четко знаем, и самое главное, друзья, мы участвуем с вами в создании, финансировании, в разработке, продвижении технологий, которые сделают этот гектар земли бесценным. Поэтому, друзья, это две стороны одной медали. И мы вас сегодня призываем к тому. Несите эту информацию, рассказывайте и предлагайте людям не отказываться от этой возможности. Если президент дал такую возможность, наша рекомендательная, к вам такая очень настойчивая рекомендация и очень настойчивый к вам вопрос, воспользуйтесь этой возможностью, получите эту землю. Соответственно, мы вам дадим координаты, где взять эту землю. Если вы хотите взять где-нибудь в районе Мерингри или там еще в каких-то местах, которые не подойдет, линейный город и к которым не подойдет система Skyway, но это все равно, что сегодня пойти из этого триллиона гектар, как из лотереи, попробовать вытащить тот, который принесет вам удачу. Нет, друзья, удачи здесь быть не может. Удача здесь только в одном. Это участие в проекте Skyway и, соответственно, через ПО Евразия получить гектар земли, где мы вам скажем, где мы вам дадим координаты. Потому что мы этот проект ведем, дальше мы будем проектировать, дальше мы будем строить, дальше мы будем развивать эти территории. Ну вот, друзья, я думаю, что про гектар земли я довольно-таки вам сегодня четко и понятно объяснил. Поэтому еще раз, если кто-то будет возражать и говорить, что мне просто лень или я не верю в эту программу, поэтому я не буду получать гектар земли, у меня к вам рекомендация. Друзья, верьте, не верьте, возьмите этот гектар земли. Верьте, возьмите и зарегистрируйте его там, где будет линейный город. И дальше можете опять ничего не делать. Сидеть спокойно ждать. Потому что люди, которые не верили в авиацию, которые утверждали, что аппараты тяжелее воздуха летать не могут, тем не менее, друзья, Академия наук британская в 1899 году сделала заключение, что самолеты и аппараты тяжелее воздуха летать не могут. Ровно через три года братья Райт подняли первый самолет. Поэтому, друзья, верите вы, не верите, это ваша личная просьба. Но наша к вам рекомендация, это наша ответственность убедить и доказать вам то, что вы должны взять гектар земли и взять его именно там, где будет проходить линейный город. И я считаю, что мы практически насильно можем сделать вас миллионерами. Насильно. Поэтому, друзья, сами участвуете в этом проекте. И всех своих родственников, друзей, знакомых заставьте стать миллионерами. Потому что не каждый может понять эту информацию, не каждый может ее принять. Но поставить галочку на заявку о гектаре земли, друзья, может каждый. Поэтому давайте поставим это своей целью, поставим это своей задачей. И если каждый из вас в своем окружении, в своей семье, у своих коллег, своих друзей, сделает и заставит их взять гектар земли, бесплатно, который дает президент, я считаю, что вы свою благородную цель, благородную задачу, ответственную задачу перед своими родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми, соседями, а может быть даже и людьми, которые вас не любят, вы выполните и вы сделаете очень хорошую вещь. Поэтому давайте, друзья, делать это вместе, делать это достойно. И я могу сказать, что через некоторое время очень много людей скажут вам спасибо. Поверьте мне. Алексей, тебе слово и по адресным проектам, и очень мне твой ледокоп понравился. Алексей? Здравствуйте, дорогие друзья. Что-то у тебя опять с камерой, Леш? Так, снова у меня с камерой. Ну, давайте... Ну, друзья, я вам про... Сейчас в законе идет только Дальний Восток, про Сибирь, центральную часть, а особенно по зарубежным всем нашим друзьям и партнерам. Друзья, это я в заключительной части, после Алексея, еще обязательно скажу. Так, Алексей, камеры нет. Так, ну, давайте тогда перезагружаться не буду, видимо, какие-то технические проблемы. Друзья, что я хотел бы сказать сегодня, что вот действительно такое понятие появилось, что мы как группа отрядов особого назначения программы SkyWay. То есть, очень важно для нас всех с вами... Леш, звук плохой. Что? Звук плохой у тебя. Чуть-чуть погромче. Очень важно и крайне важно для нас всех реализовать программу SkyWay. Я думаю, все с этим согласятся. И сейчас, почему Сергей Анатольевич Сибиряков находится в Transnet Group, почему я нахожусь, почему другие люди, несмотря на то, что есть другие институционные команды и так далее, то есть, SkyWay Capital, корневая компания, мы действительно занимаемся тем, что мы колем лед. И я могу сравнить нашу деятельность с тем, что мы действительно являемся срочниками, контрактниками. То есть, я вот сам в армии не служил, но прекрасно понимаю, что это за деятельность, какая ценность в этой деятельности на самом деле огромная. То есть, мы именно в такое пекло непонимания и сомнений бросаемся с вами и несем идею в массы именно Transnet Group на основе, естественно, технологии SkyWay. И что хочется сказать, вот много вопросов было про ПО. Друзья, вот ПО, потребительское общество, расшифровывается так, это тот вообще спасательный круг, который старается на себя примерить и воспользоваться многие предприятия, даже Российской Федерации. То есть, это и оптимизация различных процессов, в том числе, это оптимизация налогообложения. Это различные привилегии, это возможность вводить в потребительское общество во внутрь целые предприятия, целые заводы, целые пенсионные страховые фонды. А, друзья, это все будет, это нас с вами все ожидает на самом деле, потому что технология SkyWay обладает мощнейшей капитализацией, которой не обладает на сегодняшний день ни один бизнес в мире. То есть, я вот занимаюсь уже полтора года этим направлением и могу четко сказать, что такого бизнеса именно по потенциалу, по будущему экономическому росту для Российской Федерации, для мира в целом его просто нет. И тот, кто готов действительно с нами в суровых условиях взобраться на этот ледокол и действительно пробираться сквозь лед непонимания, сомнений, страха, боязни, рассказов о компании, то, друзья, могу сказать, что есть и более такие тепличные условия в других местах, но Transnet Group именно принимает бойцов, так скажем. И я непосредственно также, и Сергей Анатольевич даже, когда пришел в проект, он не был сетевиком. Сетевиком именно в хорошем смысле этого слова. Что я вкладываю в слово сетевик? Это именно человек, который может нести идею в массы, в народ и строить сеть, потому что сеть – это очень важно для нашего проекта, для реализации Skyway. И у нас именно сетевое построение корпорации. И, друзья, то, что произошло за эти дни, я могу сказать, что вас ждут очень серьезные, действительно ошеломляющие новости от Transnet Group. Завтра в 20.00 по Москве. Обязательно передайте всем партнерам, ссылки в календарь, Transnet Group, Skyway Invest Group. То есть Transnet Group, Skyway Invest Group – это фактически одно и то же, но мы позиционируемся именно как Transnet Group. Почему? То есть Transnet Group – это, грубо говоря, управляющая компания, это научно-институционная организация, специализирующая на финансировании и продвижении внедрения инновационных технологий. В сфере транспорта, логистики, коммуникации, естественно, на основе технологии Skyway. И у нас тоже для вас очень серьезные предложения. То есть я отлично в курсе, что прошли вебинары. Я сам присутствовал и слушал с удовольствием Александра Мэнко. И рад, что у корневой, у головной компании появились такие вот мощные спикеры. Но хочу сказать, что очень серьезные новости ожидают завтра. Очень приятные новости. Не могу не сказать эмоционально, потому что действительно вот сегодня мне сообщили эту новость, и я был обрадован. Можно сказать, что я счастлив, что направление Transnet Group будет развиваться еще более мощно, еще более сильно. И, друзья, что я хочу также сказать по тому, что сейчас происходит. Вот буквально полтора года назад Арманд Мурниекс и я, как Алексей Суходоев, мы не представляли и не предполагали, что будем развивать адресные проекты. Адресные проекты действительно, можно сказать, по всему миру. То есть в этом случае, в случае Арманды и меня, мы можем сказать, что для нас весь мир – это Челябинский Ирландия. Также сейчас начинаются и всплывают договоренности по франкоговорящей. Я свободно говорю на французском языке, поэтому мне это очень близко и приятно, что наконец-то просыпается франкоговорящий рынок. И, друзья, это самое начало. Сейчас мы отрабатываем алгоритм, алгоритм того, как реализовывать адресные проекты. То есть, соответственно, команда по Челябинску отрабатывает на своей шкуре, так скажем, в боевых условиях, в боевых условиях встреч с чиновниками, в боевых условиях, опять же, непонимания с технической стороны специалистов, администрации районов, городов. И, соответственно, наша цель и наша боевая задача, так скажем, донести именно то, что у нас есть точка входа для ваших городов. То есть, это технология юнибайков. И что касается юнибайков, это не юни-велокары и так далее. То есть, есть конкретное название, есть конкретное название, можно сказать уже по спецификации, это юнибайк. То есть, это легкий прогулочный, легкий спортивно-туристический транспорт, можно называть транспорт Skyway. И это будет являться точкой входа, точкой входа во многие города и страны, которые на сегодняшний день действительно имеют какие-либо, не то что даже сомнения, но просто не пропустят городской пассажирский транспорт сразу, если принести им проект. Но если вы будете масштабировать от малого к великому, то, соответственно, с юнибайков у людей, которые находятся во власти, начнет на первых же встречах и на первой же презентации, когда вы грамотно и правильно донесете, что действительно с помощью легкой прогулочной спортивно-туристической трассы мы сможем войти в очень серьезный масштабный рынок уже городского пассажирского транспорта. Мы с вами сможем войти. То есть это каждый из нас с вами, кто действительно в таких вот, опять же я буду повторять, вот на каждом вебинаре Transnet Group, что это действительно боевые условия, это действительно сложные условия. Что касается Челябинска, то я вот тоже чуть попозже сброшу ссылку. Обязательно Челябинцы, Уральцы, добавьтесь ко мне в скайп, напишите на почту, потому что мы должны объединяться, и то, что сделано непосредственно в Челябинске, это незримо мало. Это незримо мало абсолютно так же, как и сделано вообще в целом по России. И сегодня вот так же я общался с человеком, задавали вопросы, а почему высокоскоростной транспорт сейчас не продвигается, мы что, будем статистами, мы что, будем наблюдать, и я просто спросил, а что ты сегодня сделал для Transnet Group, что ты сегодня сделал для Skyway, каким образом вы донесли информацию непосредственно до ваших знакомых, незнакомых, неважно людей, до тех, кто вас окружает. Вы же не сидите дома, и, соответственно, очень важно доносить информацию каждый день, потому что те условия, которые предлагает Transnet Group, это действительно, я могу сравнить такие вот условия срочников, контрактников, то есть они очень привлекательные, и, соответственно, тот, кто здесь у нас будет работать, соответственно, будет хорошо получать. То есть все по маркетингу, я думаю, это заметили. И я хотел бы анонсировать и вас пригласить на обучение, на еженедельное обучение Transnet Group, проходящее по субботам в 12 по московскому времени, обязательно загляните в календарь. Это обучение проводят Андрей Ховратов, Виктор Собор, и я с удовольствием слушаю информацию именно по финансовой грамотности, какие-то моменты по личностному росту для себя отмечаю. Но одно могу сказать, что когда даются такие знания бесплатно, это действительно дорогого стоит. Даже в структуре, даже в моем городе, в машине с очередной конференции едем, и люди говорят, что те-то, те-то финансовые программы, проблемы, но, друзья, вот тут, здесь и сейчас, на белом блюдечке с голубой каемочкой, так скажем, вот действительно вам просто дарят финансовую грамотность. И я ввел такое понятие, как мы, тимуровцы финансовой грамотности, вот Сергей Анатольевич именно по роду своей деятельности, в прошлом, что спецназ, отряд особого назначения, как бы я это смасштабировал больше на ледокол, но вот то, что делает Транснет Групп, это предельно важно, и также это оценивается, и оценено, и прошли очень серьезные переговоры на дальнейшем, на днях, вот, собственно, по поводу этого новости и будут завтра на встрече Андрея Федоровича, Ковратова с партнерами, и есть четкое понимание, что мы скрываем рынок. То есть это, знаете, как первичный холодный контакт, это не каждый может сделать абсолютно. И когда мы вводим людей в информационное поле, и потом действительно люди сами решают, где им выгодно находиться, куда им выгоднее инвестировать, в корневую компанию, либо оставаться и вести боевые действия, именно мирные боевые действия на благо всей планеты, на благо всей цивилизации, потому что наша технология изменит вообще весь мир в широком понимании этого слова. И, соответственно, действительно многие здесь остаются, осознав и понимая свою значимость и свое предназначение. То есть предназначение нести идею SkyWay, быть проводниками, быть проводниками SkyWay. Потому что, друзья, от нас с вами, и, возможно, от Анатолия Эдуардовича Юницкого, в малой части что-то зависит. То есть Анатолий Эдуардович Юницкий на одной из встреч, конференции говорил, что это вообще ему приходит откуда-то, ну, можно сказать, из будущего, из прошлого, я не знаю. Но одно могу сказать, что с учетом опыта своего и с учетом опыта всех людей, которые приходят в компанию Сергея Анатолевича Гришин, Род Хук, то есть Род Хук и благодарность Маргарите Медонецкой за то, что побудило бы обратить внимание именно на этого человека. И вот таких серьезных контактов их будет появляться все больше и больше. И они будут сбираться на этот ледокол и с нами пробивать лед. Потому что, поверьте мне, этого льда осталось пробить очень и очень много до тех пор, когда мы выйдем уже в теплое течение, то есть без всяких штормов, без всяких проблем. Но это будет позже. Это будет через 3-5 лет. Естественно, будет конкуренция, естественно, уже будет ничего личного, чисто бизнес, как говорится. Естественно, будут уже отношения серьезные с венчурными фондами. Будет совершенно другая игра. Но, друзья, мы все с вами это сегодня начинаем. И это нужно свято осознавать, действительно, каждому из нас с вами. Вот тот, кто находится на борту ледокола Transnet Group, это действительно те люди, которые выбрали прорываться сквозь преграды, сквозь огонь, воды и медные трубы и достигать цели именно донесения информации Skyway и, естественно, чтобы шло финансирование. И, друзья, я также после своего монолога сброшу ссылку обязательно на вакансии, то есть Transnet Group всегда ждет новых специалистов. Естественно, была сброшена ссылка, это в основном для новичков, по гектару земли и, конечно же, на телемост, который будет 19 декабря. 19 декабря мы намерены побить рекорды, собрать не просто тысячи, а приблизиться к десятке тысяч людей по всему миру. И это абсолютно реально и нормально, потому что процесс, который происходит, если раньше в корневой компании на вебинарах Максима Выдра и так далее присутствовало 9-10 человек, сейчас там присутствует 70. Если раньше у нас на вебинарах присутствовало всего 100-120 человек, сейчас нас 340, и не долго в тот час, когда нас будет тысяча. И к этому процессу мы все с вами идем. Вот то, что происходит в видео и огромная благодарность именно мощнейшей работы пресс-центра международной группы компании Skyway, это действительно очень показательно, что слова не расходятся делом. Так давайте, чтобы наши слова также не расходились делом, потому что мы выбрали этот путь, мы выбрали находиться в транснет-группе и прорываться через бой противника, конкурентов, создавая новые стратегии, и помогая, способствуя программе Skyway выходить в лидеры в мировом пространстве на благо всей планеты и всей цивилизации. Благодарю. Сергей Анатольевич, вам слово. Да, Леша, Алексей, спасибо. Просто, друзья, я сейчас, знаете, так со стороны слушал, это тоже сейчас очень важный момент, который мы дальше тоже будем двигать, размещаем по нашей работе, что нам обязательно надо сейчас разделять тех, кто новички, и делать, мы будем с Алексеем проводить вебинар для новичков, то есть, те, кто пришел, и кто еще не знает о системе смены технологических укладов, о естественности развития технологий, о том, что за интернетом идет транснет, о том, что транснет это Сопромат и это струнные технологии инженера Юницкого, эту информацию мы будем доносить и соответственно доводить до людей, которые первый раз об этом слышат. Вот, а вот такие встречи, как мы сейчас проводим, и то, что мы будем делать, это будем для, уже, ну, как называем, более-менее клуб тех, кто понимает, что такое Skyway, те, кто уже обладает определенной информацией, тот, кто работает в ней, и для кого это не кажется сейчас очень, ну, такой, взрывной информацией для мозгов, потому что я вот себя сейчас поставил, вот у нас было там около десятка новичков, и я, друзья, вот тоже, представьте, что вы пришли первый раз, и вы первый раз слушаете то, о чем здесь говорят. Ну, согласитесь, что это выглядит несколько, ну, для людей несколько не, не то, что неестественно, а нелогично, то есть люди обсуждают о увеличении ВВП страны в 10 раз, люди рассуждают и говорят, что президент обещал гектар земли, а предлагаются всем заявиться и поучаствовать в этой программе, понимаете, то есть говорят о том, что есть смена технологических укладов, и мы с вами создаем технологию, которая изменит весь мир, которая изменит жизнь каждого человека, то есть я согласен в том, что с первого раза это воспринять очень тяжело, поэтому мы будем сейчас разводить такие вещи, что для тех, кто только пришел в проект, для тех, кто первый раз услышал и соответственно входит в программу, для них мы будем давать одну информацию, а для тех, кто уже в проекте, кому надо усиливать свои знания, для тех, как мы и уже взяли за правило делать, это все анализировать, доводить информацию и соответственно взгляд через очки Skyway, потому что это тоже очень важно, и я постоянно привожу такие слова, что мне там определенные очень большие политологи, аналитики, они мне говорят, везет, у тебя есть Skyway, и поэтому, что бы ни происходило, ты всегда на все смотришь, и у тебя все, строй Skyway, спасай Россию, а вот у нас Skyway нет, и нам надо каждый раз там что-то придумывать, что-то говорить, и изобретать какой-то там Unibike, Unibike, велосипед, или там еще что-нибудь, вот, а у нас уже все изобретено, но это, друзья, с одной стороны ирония, а с другой стороны это действительно так, у нас есть определенная платформа, на которой мы стоим, у нас есть экономическая, технологическая и социальная база, по которой мы работаем, то есть мы четко знаем, что мы делаем, мы сегодня создаем информационную среду, в которой мы работаем, создаем инвестпроводящую систему, которая приносит, через которую люди осуществляют инвестиции, входят в проект, и благодаря этому происходит создание технологий, визуализация, испытания, в ближайшее время сертификация, и потом вхождение к заказчикам на рынок, этот процесс идет, по мере того, как эта технология начнет строиться и приносить, первое, дивиденды, второе, приносить экономический эффект, там, где она работает, начнут осваиваться территории, новые месторождения, открываться новые заводы, начнут строиться новые города, это начнет уже менять всю жизнь окружающих, которые уже не важно, относятся они к этому положительно, не относятся, вот, я тоже, друзья, если бы кто-то в 90-м году стал бы выступать против внедрения интернета в Россию, ну и что, где бы эти были люди сегодня, или если бы вы сказали, то есть я знаю ряд таких людей, до сих пор еще, которые говорят, я не пользуюсь мобильным телефоном, ну и что, не пользуюсь, жизнь-то при этом изменилась, жизнь при этом дала абсолютно качественно новые условия, мы по скайпу сегодня общаемся из любой точки мира в любую точку мира, причем бесплатно, с точки зрения, у нас сегодня есть возможность проводить такие конференции, как сегодня, там на 300-400 человек, из разных континентов, из разных стран, и это, друзья, тоже реальность нашего времени, и когда мы сегодня говорим, что, друзья, а мы уже работаем, создаем, и благодаря нашим усилиям сегодня конструктор Роскобюро проектирует и, соответственно, создает образцы уже технологического транспорта, который позволит бесплатно перемещаться из любой точки евразийского пространства в любую точку страны, мне сразу говорят скептики, этого, друзья, быть не может, как можно сегодня бесплатно перевозить, друзья, я всегда задаю вопрос, а вы могли себе 20-30 лет назад представить бесплатный скайп, когда вы через компьютер можете... с видеосигналом общаться с любой точки мира, бесплатно, причем, друзья, скайп, нет, это было невозможно, не говоря уже там GPS, там еще многие вещи, именно сегодня прогресс, именно сегодня пятый технологический уклад дал такие возможности, интернет, информационные барьеры, интернет убрал сегодня закрытость, вы вспомните советские времена, когда Грюндик, это самое, голос Америки послушать там или еще там какие-то это оказалось там, во-первых, преступлением, а во-вторых, как это услышать, то, что тебе запрещают. Сегодня, друзья, закрытой информации нет, интернет открыл сегодня все границы, интернет открыл сегодня, любые возможности получения информации это сегодня есть. Точно так же за интернетом идет транснет, мне тоже говорят, а как таможни, а как пограничники, а как терминалы по растамаживанию и так далее, и так далее. Друзья, вспоминайте интернет, как интернет убрал границы и убрал точно так же транснет, он очень многое, что изменит. И в ближайшие 10, 15, 20 лет жизнь изменится еще более серьезно, чем она изменилась за последние годы, которые дал интернет. И к этому тоже, друзья, надо относиться абсолютно с пониманием, как это сегодня развивается, как это сегодня дает свои результаты, а мы, друзья, это создаем, мы в этом работаем. И сегодня наша работа заключается в том, чтобы нести эту информацию, рассказывать, привлекать новых людей, давать возможность им участвовать в программе, давать возможность сегодня получить гектар земли, давать возможность сегодня получить высокодоходные в будущем ценные бумаги, которые будут приносить дивиденды. И сегодня, исходя из инвестиционной грамотности, участвовать в венчурном проекте, который предполагает венчурные премии, мы тоже с вами по дисконтам говорили, и, кстати, в ближайшее время ожидается смена дисконтов, и, как мы говорили, что смена дисконтов это снижение доходности, а это снижение рисков, и, соответственно, компания выплачивает меньше венчурные риски, венчурные премии для тех инвесторов, которые сегодня входят. Но при этом очень сегодня, как вы видите, активно работает система поощрения, когда на определенных условиях в качестве определенной акции сегодня предлагаются определенные преференции, то есть, если вы участвуете в одном проекте, программе, то есть, вы можете инвестировать определенные средства, вы будете получать определенную доходность венчурную премию одну, участвуя в другом проекте или беря на себя другие обязательства, вы будете получать другое. Это уже, друзья, работа компании, которая стимулирует и которая говорит о тех, кто участвует в проекте, что вы можете получать определенные преференции. Но, друзья, это только для тех, кто понимает ценность этого продукта, кто понимает, что он делает, потому что люди, которые в это не верят, или люди, которые относятся к этому по-другому, для них все равно. И когда там произносят слово один дисконт там 200, 300, 500, 1000, миллион, какая разница, если человек не верит и не понимает, о чем идет речь, это пустые слова. Поэтому мы сейчас, то, что мы делаем и для дисконтов, для небольших пакетов и первых людей, которые сегодня мы делаем, мы не предлагаем им сегодня какие-то облака и не предлагаем им сегодня сразу, что купи слона в мешке. Мы говорим о том, что изучай, делай, смотри, предлагаем войти и получить вот такую вот определенную преференцию и венчурную премию, а дальше тогда участвуй, тогда принимай решение, тогда включайся в один из программ, целевых программ потребительского общества и акции, которые проводят. Это все, друзья, уже исходя из того, когда человек принимает осознанные решения, исходя из информации, которую он получает. Теперь, друзья, давайте еще на шаг по потребительскому обществу, которое сегодня активно делает. То есть вся юридическая схема есть и Дмитрий Счастливый у нас как и руководитель ПВО и руководитель юридической службы в Transnet Group. Соответственно, разработана подробнейшая инструкция и вы в личном кабинете всегда можете увидеть, как стать членом потребительского общества, какие юридические шаги надо сделать. Вы все это увидите. На эту тему у нас будет еще ни один, ни два целой серии вебинаров, где Андрей Ховратов, Дмитрий Счастливый, я, Алексей, еще там ряд наших спикеров будут рассказывать и показывать, в чем преимущество участия в потребительском обществе, в чем, соответственно, вся юридическая схема и почему мы утверждаем, что это сегодня единственное правильное решение, которое позволяет работать сегодня на территории России через потребительское общество. И самое главное, как потребительское общество может увязать все целевые программы, которые идут сегодня по различным городам, различным странам и даже различным континентам. Поэтому это все будет связано с ПО и как в него войти, я могу сказать, что вход в ПО, он не ограничен. То есть по половому признаку, то есть там могут участвовать и мужчины и даже женщины. По религиозному принципу там нет никаких ограничений, соответственно, какого бы вероисповедания не было, вы можете стать участником ПО. По гражданству, поэтому даже граждане Израиля могут участвовать в потребительском обществе, соответственно, Евразия. И третий момент, что потребительское общество через боевой взнос, соответственно, отвечает и дает дополнительные перференции, кто входит подопайщикам. Со второй стороны, то, что мы сейчас делаем и увязываем гектар земли, это другая программа, которую запустил сейчас президент и правительство. И мы через потребительское общество выстраиваем систему, где будет логистика поведения линейного города. И вы, давая заявку и получая координаты в потребительском обществе, будете попадать именно в то место и давать заявку на ту землю, которая будет в логике линейного города. И третий момент, который очень много задают, я согласен, что он очень важный, это вопрос не россиян. Потому что закон очень жестко ограничивает сегодня только граждан России. И, соответственно, мы с законодателем не спорим, и приняли они такое решение. Но, на наш взгляд на этот и это, и советы директоров, всех директоров, которые работают в программе Евразия, ПО Евразия, и конструкторское бюро в Минске, и лично Анатолия Дарча Юницкого, мы считаем в том, что в этой программе должны участвовать все желающие, вне зависимости от того, какое гражданство они имеют. Естественно, что мы вам сейчас, друзья, не можем гарантировать 100%, что мы этот вопрос решим. Но у нас сегодня уже есть проработанные механизмы, каким образом через потребительское общество мы можем выполнять обязательства, которые берет на себя сегодня государство, когда принимает по гектару земли. Поэтому мы будем, когда вы будете в личном кабинете ПО оформлять заявку, у нас там будет две графы. Первая графа – это для граждан России вы в автомате будете получать координаты. Если вы не граждане России, то мы это будем делать через потребительское общество, потому что потребительское общество само обладает правом распоряжаться этой землей. Поэтому таким образом мы, естественно, в рамках законодательства, естественно, в рамках юридической чистоты этой схемы мы эти условия будем выполнять. Естественно, что могу сказать, друзья, что это не сразу, к сожалению. И я думаю, что у нас как раз следующий год, 16-й год уйдет на то, что мы решим вопрос о том, что все желающие, то есть наша цель и задача, чтобы любой желающий в любой точке земли, который поддерживает цели и задачи потребительского общества Евразии, который участвует в проекте Skyway и Transnet, который хочет получить эту землю, он должен обладать такой возможностью, естественно, взяв на себя определенные обязательства. Ну, я вам сразу могу сказать, что мы сейчас уже обсуждаем с рядом законодателей, тем более у нас в сентябре следующего года будут выборы, и мы как раз через наше общественное движение сегодня ведем переговоры со всеми политическими силами, со всеми политическими движениями, которые будут участвовать. И одно из решений, которые мы сейчас предлагаем, это дать возможность людям, которые хотят участвовать в этом проекте, получить второе гражданство. То есть, если вы делаете заявку на землю и подаете заявление на второе гражданство, то это в автомате будет означать то, что вы получите эту землю. Следующим шагом, который мы планируем сделать, но это следующий, это уже любой желающий из любой точки мира заявился, подтвердил свое желание участвовать в проекте, и, соответственно, получал землю. Но здесь я могу сразу сказать, что, друзья, это решено будет не сразу, и это на сегодняшний момент не в наших силах. Вот, естественно, что мы это декларируем, мы считаем, что это правильно, что каждый желающий, кто хочет жить в этом линейном городе, кто хочет участвовать в этом проекте, должен получить такое право. Еще один вопрос, который звучит очень сегодня часто и который очень много обсуждается, что обязательно ли тем, кто подал заявку на гектар земли, тот, кто хочет туда переехать. Друзья, и закон, и само его трактование, и система, которая сегодня говорит, она приводит к тому, что земля – это инвестиционный ресурс. И вы, обладая правом на его распоряжение, получаете по закону от государства право 5 лет распоряжаться этой землей. И дальше ограничения закона стоят. Если вы используете эту землю по назначению и используете как инвестиционный ресурс, значит, эта земля переоформляется вам сначала безграничную аренду, а потом в собственность. В нашем случае, друзья, участвуя в проекте Евразия, ПО Евразия, как только вы вступили и эта земля приходит к вам, мы, проектируя линейный город, мы, начиная строительство и начиная реализовывать этот проект, в автомате выполняем все решения закона. Поэтому тот, кто участвует через ПО в законе, соответственно, он будет выполнять все требования, которые там стоят. То есть проектировка, начало экономической деятельности, в течение 5 лет строительства, и потом в течение 10 лет экономическое освоение. И эта земля начинает работать как инвестиционный ресурс. Поэтому однозначный ответ, что вам не надо сейчас переезжать на Дальний Восток или говорить о том, что вы создаете родовое поместье для того, чтобы туда переехать. Поэтому это то, что сегодня законодатель нам дал, и то, что мы сегодня делаем, это на себя берет потребительское общество, именно организовать все требования закона, которые позволят вам стать сначала бессрочным арендатором этой земли, а потом, соответственно, собственником этой земли. Естественно, друзья, это надо четко понимать. Все это будет реализовано в том случае, когда начнет работать Транснет, когда начнут строиться Скайвей, когда начнут реализовываться проекты. И, соответственно, это все самым тесным образом увязано с проектом Сибирский холод. Это увязано с проектом линейного города и распределения. Увязано с освоением основных месторождений на севере Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому это, друзья, все комплексная программа. И она как раз движется. И мы с вами находимся уже не в начале этого пути. То есть сначала, помните, когда мы только собирали заявки, а кто бы хотел, а кто бы мог участвовать в этом проекте. Сейчас, друзья, мы настаиваем в том, что время подошло. Вам такое право предоставлено. Поэтому воспользуйтесь этим правом сами и рекомендуйте всем через потребительское общество Евразия, которое целевым образом реализует проект линейного города Евразия и строительство трасс Скайвей, только в этом случае вы можете реально получить очень серьезный инвестиционный ресурс, который дается, тут я уже даже могу сказать, не раз в сто лет, а который в истории России дается первый раз. То есть за всю ее не одну тысячелетнюю историю такая возможность пока первый раз. И, соответственно, это возможно только потому, что накладывается на технологию, которая запускается и которая сегодня начинает уже обретать абсолютно такие осязаемые очертания, которые сегодня четко уже видно в бетоне, в железе, в очень качественных, хороших анимациях и демонстрации, которые сегодня происходят. Так, друзья, по-моему, то, что мы планировали, я ответил на все вопросы. То есть мы вам показали сегодня комплексность работы и каждое подразделение, чем заключается и в чем своя специфика, в чем специфика сегодня инвестиционных фондов и Скайвей Капитал и то, что сегодня делает главная компания. То есть по стимулированию тех людей, которые уже в проекте и которые должны сегодня как премии получать вознаграждение за то, что участвует в проекте. Мы вам показали нашу систему спецназа, которая едет на ледоколе, которая вскрывает наша задача привлечь сегодня как можно больше новых участников, новых людей. Это задача нашей команды, она очень сложная, но, тем не менее, мы сложности не боимся, и мы как раз идем в этом направлении и движемся, и набираем людей, и все больше и больше людей нам верят и приходят через Скайвейн без групп в проект Скайвейн. Следующее направление – это потребительское общество, ПО, которое организует и является вообще костяком и механизмом реализации проекта. Общественное движение Евразия – это общественное движение в поддержку проекта Скайвейн, где мы организуемся, делаем, заявляем о своих возможностях, ведем переговоры, объединяем все конструктивные движения. И следующей целью, как только мы перейдем на миллион участников, это уже политическая организация, которая будет со временем перерегистрирована в политическую партию Евразия для реализации целей. Вот таким образом, друзья, мы показали вам сегодня и перспективу, и возможность. Завтра будет продолжена вот эта целая череда приятных новостей, которая прошла за последние две недели. Соответственно, мы для своих участников фонда и для наших участников делаем следующий шаг и следующую такую систему поощрений, которая сегодня идет в проекте Скайвейн. Вот, поэтому у нас на совете директоров будет выступать и Виктор Бабурин, и Анатолий Иванович Юницкий. То есть мы везде показываем и говорим, что, друзья, мы все одна команда, мы работаем только в одном направлении, мы все выполняем каждые поставленные задачи, которые сегодня есть, и только в синергии, только объединяя мир, мы сегодня можем реализовать те цели и задачи, которые перед нами стоят. Поэтому, друзья, благодарю, что вы сами новичков, не пугайтесь, подходите, завтра приходите на обучение по вторникам и по четвергам, будете больше знать, больше понимать, у вас появится большая возможность. Рассказывайте всем про гектар земли и про тот подарок, который вам сделал президент Владимир Владимирович Путин, а еще один подарок, который к этому подошел, точнее, кто этот подарок сделал бесценным, это Анатолий Иванович Юницкий, который дал к этому гектару землетехнологию. И вот это вместе, друзья, дает просто неимоверную синэнергию, которую сегодня мы используем, направляем, ну и дальше строй Skyway, спасай планету. Это будет естественное решение тех целей и задачи, которые мы с вами реализуем. Так, промокод. Алексей, у нас промокод сегодня будет? Друзья, вот здесь вот я про промокод сказать не могу. Вот, это вопросы у нас к технической части. Вот, все, друзья, давайте кто до 20 часов, значит, с теми не прощаемся, а для Сибири и Дальнего Востока, особенно Дальний Восток, для которого эта программа, это просто новое дыхание, это просто новая жизнь, поэтому, друзья, без Skyway, я могу сказать, это все утопия, без Skyway, это все нереализуемые мечты, а с новой технологией, с новым укладом, это, друзья, все будет реализовано, и мы с вами не то что увидим это, то есть мне говорят, дай бог до этого дожить, мы, друзья, будем жить в этой среде, мы будем жить в этих городах, и мы будем этим пользоваться, потому что мы это все создаем для себя, друзья. Всего доброго, давайте, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok